Дорогие друзья, продолжаем путешествие по, короткое путешествие по книге Тейлим, псалом номер 5. Вообще этот псалом, очень разные источники дают разные материалы по этому псалму. Первый, псалом читают в тех случаях, когда сталкиваются с проявлением какой-то тайной или открытой враждебности. Читают, когда злые сплетни, и ты чувствуешь и ложь, и оно в тебе входит в сердце и сильно мешает. О чем еще этот псалом, вообще что важно подчеркнуть? Давид, просыпаясь каждое утро, сразу обращался к Творцу, считая своим царем и Богом, и Библией таковыми. С раннего утра Давид говорил с Богом и ожидал его указаний. Написано, не потому ли его любил Бог. И обращался Давид к Богу в молитвах, а затем целый день он смотрел, что происходит, ждал ответов по событиям в своей жизни, по глазу пророков и так далее. Ответ Бога на свои молитвы нужно уметь еще и услышать и распознать. И вот что именно отвечает нам, в чем его ответ проявляется? Для этого нам, это учит нас пятый псалом Ти-или. Что еще тайные смыслы и сглот по различным источникам? Основная сила пятого Ти-или противостоять чему? Злому духу. Руах-ра. Помочь в суде еще противостоять сглазу. Это три таких особо известных случая. Известно, что, вернемся к первому, противостоять злому духу, что иногда в человека входит то, что называется злой дух. Знаете, когда говорят, человек не в себе. Так он был нормальный, а тут не в себе. Описывается это. Царь Шауль, праведный человек, вдруг возненавидел Давида и стал одержим идеей его убить. Братья Йосифа, праведнейшие люди, решили избавиться от своего родного младшего брата. То есть, говорят мудрецы, что человек никогда не грешит, покуда не входит в него дух глупости. Это трактация так. Если даже самые великие люди попадали под такие влияния злого духа, тем более простым людям и тем более в нашем поколении. Поэтому написано, читают тегилим пятый, когда человек чувствует, что в него вошел вот этот злой дух. Негативная энергия. При нарушении каких-то чувствуешь, человек понимает это. Гмара приводит примеры, когда может злой дух конкретно прилепиться к человеку. Например, если он неосторожно пренебрегает мытьем рук после стрижки ногтей или после волос и так далее. Много всяких. Из-за больших грехов и так далее. Еще читают этот тегилим для удачи на работе. Чтобы был, вот если ты хочешь понравиться кому-то, чтобы приятным быть в переговорах или там, чтобы на тебя хорошим глазом посмотрели, читают этот стих. В суде, для победы в суде в том или ином случае читают вообще два варианта. Первый. Это читают пять раз псалом, семь раз псалом вслух утром, совсем рано до восхода солнца. Рекомендуют это делать над стаканом оливкового масла, а затем помазать немножечко лицо, руки, ноги и так далее. Второй вариант. Для победы в суде читать псалом это три дня подряд на закате, пока не вышли в звезды. Еще вот этот кусочек, стоя по направлению к северу, тоже над стаканом оливкового масла и затем помазать лицо, руки и ноги. Еще больше эффект написано сделать в один день обе эти сгулы. Обе еще. То есть написано, что любой суд это духовное унижение. Но если суд внизу есть, значит наверху тоже есть корни какие-то. Поэтому когда человек делает сам отчет, сам себя судит и так далее, подвергает себя суду, отменяются наверху. Еще одна сгулла. Читать сорок раз по сук Тигелим, восьмой, восьмая пэрэк, где а я по великому благодеянию твоему приду в твой дом и преклонюсь к святому храму твоему в трепете перед тобой. Раби Шимона Зострополя писал, что когда человек входит в синагогу, целует Мезузу и произносит этот пасук, то считается, что человек приводит шхину благосновения и удачу на себя на целый день. И весь этот день он уберегает себя от сглаза. Вообще, когда человек чувствует, что у него не идут дела, есть проблемы, то пишет Гмара, что это скорее всего из-за сглаза. Поэтому что делают? Читают сорок раз над головой этого человека этот пасук. Вот это что мы только что сказали. Раби Шимон Шимшон говорил, что раскрывает тайну здесь, что в этом пасуке десять слов. Сорок раз по десять это четыреста. А как известно из Кабалы, в скверне заключено четыреста сил, что следует из тайны стиха. И вот Исаф пришел, а с ним четыреста мужей. Четыреста это гематрия плохого глаз. Четыреста является гематрией зависти, обладатель дурного сглаза. И четыреста слов этой сгулы, это аннулирует четыреста негативных сил. Так говорит Кабала. Итак, этот псалом пятый помогает от сглаза. Также против сглаза есть предание Рава Гуны, который, что пострадавшая сглаза, должен произнести сих и стегилим. Вот это восьмой перегда, о котором мы говорили. И снимается это, после сорока раз прочтения снимают сглаз. Он повторяет, но это уже из другого источника. Это из Раби Шапира из Динована. Написано все мы время от времени испытываем минуты слабости. Утрату веры в себя, в Бога. Вот тут надо читать этот псалом. Вот тут важен этот псалом. Когда нападают враги и кажется, что в мире все против вас, читайте этот псалом. Ну вот коротко то, что успеваем. Брахавы от слаха. Всего самого лучшего.